Спасибо большое. Для меня это огромная честь и ответственность, потому что я действительно журналист все свои годы работы, но я не востоковед, и поэтому мне нужно больше слушать эту аудиторию, чем говорить в ней. Но спасибо за огромную честь. Думаю, что многое из того, что здесь обсуждается среди профессионалов, все-таки должно идти в глубину проблемы. Думаю, экстремисты никогда не получили бы одобрения и последователей, если бы они не обращались к тем, кто чувствует себя униженным, обиженным, обделенным, той средой, из которой могут формироваться террористические силы. Думаю, что во многом и состояние мировой журналистики еще требует значительных усилий для того, чтобы соответствовать новому состоянию мира. Что я имею в виду? На многих площадках, на многих международных форумах все громче и громче звучит требование установить новый мировой информационный порядок, в котором повестка дня не определялась бы двумя центрами информационной повестки дня, в основном Брюсселем, в основном Вашингтоном. Это должен быть мир, в котором каждая страна имеет полное право на формулировку и выражение своих национальных интересов. А работа национальных СМИ по защите этих интересов, по их пропаганде, не рассматривалась бы как нечто противоречащее общему тренду, навязанному извне. Есть уже инструменты, которые объединяют нас. Это Азиатский вещательный союз, который работает в тесной связке с Африканским вещательным союзом. И там мы об этом говорим, и там вы об этом говорите. Есть Европейский вещательный союз, куда входят многие страны Магриба. Но, к сожалению, я говорю это со знанием дела, потому что я член исполкома Европейского вещательного союза. Основная тематика заседания – это обсуждение директив Евросоюза, то, что чаще всего не касается стран, которые не входят в эту структуру. У нас с вами много общего, потому что совершенно верно сказано, в моей стране ислам и христианство, иудаизм живут мирно. И вот недавно был в Узбекистане, и вы знаете, когда у нас была страшная война, когда была разрушена половина европейской территории нашей страны, в Узбекистан был направлен огромный поток беженцев, в том числе детей. В Узбекистане не было ни одного детского дома, потому что узбекские женщины, маленьких детишек с другой внешности, с другим языком, с другими традициями, разбирали прямо у поездов, которые прибывали на вокзал Ташкента. И мы это помним, и мы знаем, насколько благороден и человечен классический ислам. Поэтому борьба и против демонизации ислама – это и наша борьба, это и наше понимание. Многое меняется. Я не перечисляю свои международные должности, но просто я работал на Евроньюз, я и сейчас вхожу в состав наблюдательного совета Евроньюз. И, конечно, это удивительный факт и достаточно обнадеживающий, что больше 50% акций Евроньюза сейчас принадлежат египтянину Нагибу Савирису. Он не мусульманин, он копт, он христианин. Но когда я спросил его, какова главная цель его вложения достаточно серьезных денег, он сказал, главное – это противодействие воинственному исламизму. У него свои резоны. Во время так называемой навязанной Египту арабской весны было разрушено много христианских крамов, убито много христианских священников, но его борьба с радикальным исламизмом шире, чем месть за гибель его единоверцев. И для меня это пример, по которому можно и нужно двигаться всем нам. Мы союзники, мы друзья, мы единомышленники. И думаю, что новые организационные структуры на базе этого замечательного собрания, профессиональные структуры, тоже имеют право на возникновение и нужны всем нам. Потому что все больше и больше я знаю от своих коллег, в общем, больше из Магриба, желание создать информационные структуры или преобразовать информационные структуры, которые работали бы на благо взаимопонимания, а не разделения, которые не зависели бы так сильно от той информационной повестки, которую я упомянул. И я с оптимизмом смотрю в будущее, и я верю, что классический, миролюбивый, прекрасный ислам одержит верх над радикальным исламизмом. И в этом порука и религиозных деятелей ислама, и наша с вами решимость, и понимание того, что мирное, спокойное будущее для граждан наших стран во многом, если не в очень многом, зависит от этого. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова